Лжепродпринимательские структуры, теневый бизнес, финансовое банкрутство, фиктивные фирмы, податковые санкции. Этот ланцужок можно протягивать без конца и оказаться его злочинным звеном можно до крыльного легка. Например, знакомый или совсем дружит человек, пропадает сделку, стать засновальником или директором фирмы за доброе финансовое ознагородживание. Данное лицо оформляет на себя фирму. Далее ему только приносятся документы на подпись. Конечно же, он не участвует в хозяйственной деятельности данного предприятия, но под накладными, под договорами стоят его подписи. Когда приходит налоговая проверка, то, конечно же, насчитываются большие суммы налогов, но будет виновата и привлечен к ответственности то лицо, которое фактически свою подпись ставило под документами. И ешь и один шлях до субсидиарной отказности. На приклад региструется невеликое товарыство, засновальник ведет теневый бизнес, наладживая контакты с лжеструктурами и так далее. Литерально займается махлярством и, как часто сдарается, назапашивая податковые долги и доводит фирму до банкрутства. Когда это высветляется, наступает субсидиарная отказность. Это значит, что долги будут спаганяться не с организацией, а с особ, под керавницей, в которых она обанкрутилась. Это керавник, засновальник, галлонный бухгалтер. Например, некоторые учредители при ведении деятельности организации не оформляют документами хозяйственной операции, либо не рассчитываются с поставщиками за продукцию, не оплачивают заработную плату, не уплачивают налоги в бюджет, либо они взаимодействуют со лжеструктурами, ведя свой теневой бизнес. В этом случае они будут привлечены к субсидиарной ответственности. Максимального по меру субсидиарной отказности не существует. Так недавно при разглядании подобного выпадка была наличена сумма, которая перевысила 250 тысяч динаминованных рублев. Всяго за 5 лет до такой формы отказности притягнули больше как полтысячи человек. Огульная сумма податков перевысила 100 миллионов динаминованных рублев.